Между тем, в Чернобыльскую зону отчуждения возвращаются жители. Сегодня там проживают около 160 человек. Они утверждают, что уровень радиации во многих районах давно нормализован и мечтают возродить свой город. Мария Лозбин – одна из тысяч эвакуированных после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 86-м ей пришлось покинуть свой дом. Но 6 лет назад она вместе с семьей вернулась в Чернобыль. Радиации они не боятся. Куда страшнее прогнившие балки и треснувшие стены, говорит Мария. Я здесь живу, кушаю овощи и фрукты, выращенные на этой земле. Здесь нет радиации. Только страшно, что что-то может упасть и покалечить нас. А так жизнь здесь тихая и спокойная. Сразу после аварии на Чернобыльской атомной электростанции погиб 31 человек. Сколько умерли позже от связанных с облучением болезней, точно неизвестно. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами радиации стали 9 тысяч человек. Но отчет Гримпис утверждает, что речь идет о 115 тысячах погибших. И по сей день в 30-километровой зоне отчуждения сохраняется опасно высокий уровень радиации, говорят экологи. Но семья Лозбиных выращивает на зараженной земле картофель и помидоры, ходит по грибам в местные леса, а также держит коров и птиц. Как можно отсюда уехать? Да вы послушайте кукушку, соловья. Посмотрите на эту природу. Где вы еще такую найдете? Нигде. Вернуться сюда было идеей моего супруга. Он всю жизнь мечтал об этом. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции произошла 30 лет назад, 26 апреля 1986 года. В результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Более 115 тысяч человек, проживавших на территории вокруг станции, были эвакуированы.